Привет всем! С того момента, как у меня появился по-настоящему хороший японский кухонный нож и я стал постоянно им пользоваться, меня не покидало огромное любопытство узнать, что же представляет из себя хороший немецкий кухонный нож. Так как немцы это основные конкуренты японцев в этой сфере, но в то же время технологии и подход к изготовлению кухонных ножей у немцев и у японцев кардинально различаются. Японцы очень сильно используют ручную работу, постоянно экспериментируют с какими-то суперсталями, какие-то виды углеродки экзотические, дамаски, какие-то композитные сплавы, в принципе какие-то очень интересные вещи. В то же время немцы примерно за те же деньги предлагают ножи, которые сделаны на максимально механизированном производстве, то есть большинство работы делает с роботами. Ножи в основном идут из какого-то одного стандартного сплава нержавейки, который фирма проверила для себя. В принципе придраться не к чему, но нет никакой экзотики. И как бы если посмотреть на все это так вот поверхностно, то конечно кажется вау, вот японские ножи рулят. Но если оглянуться вокруг, то мы увидим, что и японские, и немецкие ножи пользуются одинаковой бешеной популярностью у шефов мирового уровня. И дома многие любители хороших кухонных ножей предпочитают как немецкие, так и японские ножи. И в принципе очень сложно сразу же вынести какой-то вердикт и определить, что например японские или немецкие ножи однозначно лучше. Поэтому мне и хотелось как бы для себя немножко разобраться. Конечно я не могу делать никакие выводы, но мне захотелось просто купить немецкий нож и посмотреть на это. Значит нож, который я искал, должен был отвечать нескольким требованиям. Первое это традиционная форма клинка шеф, но в то же время укороченная до 16 сантиметров, как вот здесь 6 инч. И бюджет мой был ограничен в районе 100 долларов. То есть я искал что-то в районе 100 долларов. Хотя на данный момент я уверен, что 100 долларов это очень серьезная цена для кухонного ножа. И можно купить очень хороший нож за 100 долларов в интернете. После определенных поисков я нашел нож, который мне визуально очень сильно понравился и отвечал всем моим критериям. Я его купил. Это нож немецкой фирмы Wusthof модельной линии Classic Icon. Судя по их веб-сайту, Classic Icon это их самая высшая серия. То есть это самые качественные ножи этой фирмы Wusthof. Это очень популярная немецкая фирма, очень известная, с богатой историей. С 1814 года они делают ножи. В принципе, очень все солидно, и поэтому я купил этот нож. Нож мне стоил вместе с пересылкой, обошелся ровно 100 долларов. 80 нож и 20 пересылка. И давайте посмотрим на немецкий нож, который мы получаем за эти деньги. Конечно, коробочка, конечно, не такая богатая, как у японцев, но очень хорошая, с историей фирмы сзади. Все очень плотненько. Нож лежит внутри на вот такой вот подставочке. Естественно, я ножом уже попользовался. Это я его вернул в коробку для видео. Есть такой вот кружочек для защиты кончика. И вот нож, который мы получаем. Нож имеет эстетически очень плавные, хорошие формы, визуально очень приятен. Просто очень классный нож. Берешь его в руки, он кажется очень классным. Все люди, которым я его давал, он производил на них очень сильное впечатление. Ну, впрочем, как и японец. Просто человек, обыватель, которому даешь в руки, такой хороший нож, он, в принципе, 99% человек понимал, что это что-то очень хорошее. Значит, длина клинка здесь 16 см. Опять же, напомню, модель Classic Icon и модель 16 см Chef Knife. Номер модели 4596, если кто-то захочет поискать. Нож делается из цельнометаллической конструкции. Есть накладки пластиковые по бокам, скреплены такими вот тремя заклепками. Все подогнано просто идеально. Вот это все, это вот одна поверхность. Я вот вожу пальцем, кстати, мой пластырь, посмотрите. Деснеевская собака, чтобы вас не пугать. Эти кухонные ножи такие острые, что малейшее касание, тут же порез. А вот. Значит, на навершии. Здесь очень красивый тоже значок. Трезубец фирмы Wüstов. Естественно, нож сделан в Германии. Есть линейки немецких фирм, которые делаются в Китае. Этот нож сделан в Золинген, Germany. Все как надо. Значит, рукоять. Давайте пройдемся просто по частям ножа и просто внимательно его рассмотрим. Здесь, что меня удивило, рукоять имеет такую определенную эргономику. Как вы видите, здесь она расширяется. И здесь присутствует такой вот бугорок. Поэтому нож можно держать, наверное, так вот. Указательным пальцем до бугорка. Можно после. Я так предполагаю, что существуют какие-то техники удержания ножа при какой-то длительной работе, при нарезке. Я с этими техниками не знаком. Поэтому мне очень трудно все это понять, всю эту эргономику. Для меня, как для обывателя, это немножко сложно. Клинок такой классической формы. В принципе, клинки у обоих ножей, я их не знаю, я их прикладываю, но они мне кажутся абсолютно одинаковыми. Я не знаю, изгиб режущей кромки. Ну просто одинаковые, одинаковые. Реально все одно и то же. В обухе нож. Он постоянно сужается, трудно замерить. Ну, примерно начинается от 2,5 мм. Это на несколько десяток толще, чем японец. Ну, в принципе, то же самое. Значит, обработка клинка на спусках просто идеальная. Такого я не видел вообще на складных ножах, наверное, вообще. Здесь такая сатиновая обработка. Я бы сказал, просто вообще очень красиво все сделано. Но вот сведение у этого ножа, уже можно заметить, что нож сведен намного толще и присутствуют явные подводы. Конкретно мы видим здесь подводы. Вот они. Для сравнения, вот японский нож. Здесь, в принципе, подводов как бы и нет. Он сведен просто в ноль. На немецком ярко выражены подводы. Это делает режущую кромку более жесткую. И, в принципе, я могу понять, почему это. Нож делается из стали X50CRMOV15. Ну, как бы я в химии не такой большой знаток. И во всех этих обозначениях тоже. Но, в принципе, это обозначает, что это нержавейка. Какой-то определенный сплав. И из того, что написано на сайте фирмы, нож имеет очень хорошую сопротивляемость к коррозии. И должен, в принципе, очень неплохо удерживать заточку. Но это не та твердость, которая есть на японских ножах. Немцы колят свою нержавейку примерно до 58-59 единиц параквеллу. И это более мягкая сталь. Но в то же время я хочу сказать, что такая сталь намного больше простит вам каких-то огрехов при работе. То есть, если вы где-то пройдетесь по каким-то костям и там замнете чуть-чуть режущую кромку, то все это восстановить будет намного легче, чем с тем же японским ножом, где случится какой-нибудь микроскол или еще что-нибудь, не дай бог. Но этот нож, им не так жалко работать, я бы как бы так хочу сказать. Не знаю как. То есть, он более практичный такой. Вот взял и поехал там. Потом уже знаешь, что ты, в принципе, что-то исправишь. У японцев же нет. Это все возведено в рамках какого-то искусства. Это все нужно понимать. И для каждой задачи свой отдельный нож. Ну и заточка, естественно. Тут берешь немецкий нож, его хочется точить строго на каких-то водных камнях. Берешь японский, ты понимаешь, что ты возьмешь вот этот вот металлический пруд и заточишь на нем просто прекрасно, на мусате, на этом. Вот в этом как бы, не знаю, мне как бы проще работать немецким ножом, как бы мне его не так жалко, как вот японский. Трудно сказать. Хотя обоими я работаю одинаково, но вот немецкий как-то не так жалко. И это не просто так, в принципе. Я понимаю, что он простит мне, простит мне мои какие-то ошибки при работе. Теперь хочу сказать одну вещь, которая мне не очень понравилась. Но опять же, это мой такой обывательский подход. Возможно, я что-то не понимаю. Рукоять на этом ноже очень длинная. Здесь очень длинная реальная рукоять. Вы видите, то есть, если я возьмусь тут, у меня торчит весь хвостовик. Если я возьмусь тут, то я очень далеко от клинка. Тут вот есть такой бугорок. В принципе, очень удобно, очень эргономично, сразу так интуитивно. Берешь его сразу указательным пальцем за бугорок. Но то, что происходит, что режущая кромка довольно далеко от пальца сейчас. И когда я режу, мне это очень не нравится. Лично мне, я как-то не контролирую клинок. На японце берешь нож, и вот клинок намного ближе. Рез намного больше контролируется. Не знаю, почему здесь вот. А если просто вот пальцами подобраться поближе, то хвостовик очень сильно торчит. Опять же, это все мешает. И баланс. Здесь вот на немецком ноже баланс, он очень сильно идет в рукоять. Видите, вот это вот расширяющееся место. Здесь очень много металла. И, в принципе, баланс идет в рукоять. На японце же нет. Здесь есть такое вот утолщение, вот в районе указательного пальца, где мы держим. И баланс как раз приходится на вот это вот место. Трудно поймать. Но, в принципе, баланс он вот здесь вот. И когда берешь этот нож в руку, вот он мне лично намного лучше ощущается. На немце же нет. Баланс в рукояти. И, как бы, легко оперировать клинком, да, но все равно как-то... Как-то вот мне японский баланс мне нравится лучше. Вот. Ну, все. В принципе, рассказывать так больше и нечего. Оба ножа были прекрасно заточены. Режут практически сами. Работать одно удовольствие, что одним, что другим. Вот. Маленькое замечание у меня по балансу. И, конечно, вот... Видна вот эта вот разница в подходе в японском и в немецком. У японцев все более круто. Как бы и сталь, и все там подгонка, и ручная работа, и все остальное. Но потом это требует от тебя большей отдачи и большей внимательности при работе с этим ножом. Немцы же дают тебе, ну, реально, какой-то рабочий инструмент. Вот берешь и начинаешь им работать. Потом подтачиваешь. Ну, в принципе, нож намного менее... Такой прихотливый, чем вот японский. И поэтому, вот, если вы соберетесь покупать нож, то имейте это в виду. Я думаю, это распространяется на все немецкие и японские ножи. А так, вот это вот, если просто взять этот нож немецкий, как он, без сравнений, это прекрасный нож. Просто супер. Можете смело покупать. Отличный нож. Все. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.